Добрый день, уважаемые коллеги! Для меня тоже вопросы авторского права довольно больные и актуальны, поэтому на сегодняшней нашей встрече я решила уделить им отдельно внимание. Как обычно, все вопросы вы можете писать в общий чат. Я успеваю их читать, успеваю на них отвечать, и у нас с вами получается своеобразный диалог. Я расскажу об иллюстрациях, фотографиях, иконках, что такое, в чем отличие, когда лучше применять. Покажу особенности работы с изображениями в пяти основных программах для создания презентации PowerPoint, Google Slides, Камба, Джениали и Prezi. И в конце нашего вебинара поделюсь с вами ссылками на ресурсы, которые я считаю самые удобные для работы с иллюстрациями. Еще раз всем добрый день! Итак, вначале давайте разберемся, чем друг от друга отличаются иллюстрации, фотографии и иконки. Иллюстрации – это, как правило, изображения тематические на прозрачном фоне. В редких случаях иллюстрации могут иметь полную заливку и скачиваться в формате JPEG, но обычно они в формате PNG на прозрачной подложке, и их очень хорошо и удобно встраивать в ваши слайды, вне зависимости от того, какой цвет у вас фона, вне зависимости от того, какой у вас текст. Иллюстрацию всегда можно аккуратно текстом обойти, красиво ее поставить, найти какое-то место. Иллюстрации, как правило, задают смысл, настроение слайда, но больше, конечно, смысл. Если мы разговариваем о библиотеке, мы можем поставить иллюстрацию с книгами. Разговариваем о школе, можем поставить иллюстрацию, на которой изображен учитель у доски или ученики у открытого окна зума, что сейчас актуально. Когда вы работаете на протяжении презентации с иллюстрациями, то, во-первых, не нужно их смешивать ни с фотографиями, ни с иконками. То есть мы используем только иллюстрации на протяжении всего оформления и используем иллюстрации из одного набора. Нет вообще никакого смысла, никакой пользы в том, что вы найдете отдельную иллюстрацию в Гугле или в Яндексе. Одна она вам ничего, в принципе, не даст. Вам нужен какой-то набор, 3, 4, 5 иллюстраций для всей вашей презентации, и они должны быть одинаковые. Поэтому, когда я буду в конце показывать ресурсы, вы увидите, как удобно, как быстро найти иллюстрации в одном стиле, чтобы ваша презентация выглядела действительно стильно, эффектно и очень-очень аккуратно. Фотографии, в отличие от иллюстрации, как раз больше дают эмоции. Мы фотографируем для того, чтобы передать какое-то настроение. Иногда мы показываем объекты, например, можем сфотографировать несколько раздаточных материалов, лежащих на столе или формулу, написанную на доске. Да, бывает и такое. Но чаще всего фотографию мы используем для того, чтобы создать определенное настроение у нашей аудитории. Обычно фотографии в формате JPEG, реже в формате PNG. И можно их делать самостоятельно на тот же мобильный телефон. Вполне можно сфотографировать что-то, что придаст настроение вашей презентации. Или искать уже готовые. От иллюстрации основное отличие фотографии в том, что они имеют строгую рамку. То есть фотографии, как правило, прямоугольные. И вот эта вот рамка, вот эта вот граница задает сразу четкую геометрию. А это накладывает определенные граничащие условия на использование фотографий. Их нужно либо как раз вставлять вот такими геометрическими формами в вашу презентацию, либо использовать специальные функции обрезки для того, чтобы сделать их не прямоугольными, а, например, круглыми. Иконки похожи на иллюстрации. Иконки похожи на иллюстрации. Сюжетные иконки с изображением персонажей. Но если они вот такие вот абстрактные, как вы сейчас видите на примере, то они подходят для передачи служебной информации. Например, вот эта вот иконка может сопровождать текст. Возьмите ваш телефон и установите приложение. Или откройте эту ссылку на телефоне, или сделайте фотографию на ваш смартфон. То есть какая-то именно служебная информация. И точно так же, как это и касается иллюстраций, для презентации нужен один набор иконок. Вот фотографии и иллюстрации между собой не дружат. Иконки, по идее, можно добавлять и туда, и туда. Например, разумно, когда вы даете свои контакты в конце презентации, вместо слова «телефон» поставить иконку телефонной трубки. Вместо слова «e-mail» поставить иконку конверта. Как раз сократить слова, сократить текст на слайде, но при этом оставить информацию максимально понятной. Теперь как раз в авторском праве о том, откуда мы можем брать нужные нам изображения. Здесь на самом деле все не так однозначно. Можно выделить четыре основных способа поиска картинок. И не все из них подходят. Вот буквально пару лет назад, я когда разговаривала про иллюстрации, фотографии и иконки, я говорила, что в принципе то, что вам нужно, можно отыскать в Гугле. Вы просто включаете поиск по изображению, попишите ключевые слова, ставите нужные цвета, и вот то, что вам подходит, при необходимости можно отсортировать как раз по лицензии на коммерческое, некоммерческое использование. Сейчас этот способ уже не работает. И когда вы ищете подходящее вам изображение в поисковых системах, уже довольно сложно понять и отфильтровать, какие подходят для ваших целей, а какие не подходят. И на самом деле опыт работы с журналистами, опыт работы с медиаотраслью говорит о том, что даже люди, постоянно берущие фотографии с поисковых систем, не могут всегда правильно понять, нарушают они авторское право или нет. Вот у нас на сайте сделано медиа, есть целый раздел вопросов юристов, и тут постоянно обсуждается, как правильно использовать чужие фотографии. Например, последний раз у меня возник вопрос, если на фотографии есть имя, фамилия автора, если он подписал себя сразу на снимке, должна ли я в подписи снова указывать его как автора? И вот опять же, авторское право не регулирует этот момент, а как мы знаем, лучше перестраховаться. Поэтому мне юрист посоветовал в данном случае продублировать имя автора еще и под снимком. И вот такие нюансы, их очень и очень много. Когда вы ищете изображения самостоятельно, и уж тем более, когда вы находите их в социальных сетях, вы никогда не знаете, в какую ловушку попадете в этот раз. Второй вариант, такой более сложный по организации процесса, но более простой по использованию изображений. Вы создаете свою собственную коллекцию. Например, напрямую общаетесь с некоторыми фотографами, а может быть с вашими друзьями, которые часто куда-то ездят и привозят много фотографий. Выбирайте подходящие снимки и договаривайтесь, на каких условиях можете их использовать. Договоренность – это, как правило, устная, но лучше, например, в качестве переписки в социальных сетях, в мессенджерах, чтобы можно было потом показать, о чем именно вы договаривались. И вот, например, у меня тоже есть такая небольшая коллекция снимков из двух-трех разных городов. И устная договоренность с авторами, письменно договоренность с авторами, что я использую по своему усмотрению, но указываю в качестве авторов снимков. Например, вот так вот указаны мои друзья-фотографы, при оформлении их фотографиями одного из сайтов. Так, некоторые соцсети блокируют публикации, если есть подозрение на нарушение авторских прав. Да, ВКонтакте, например, есть такой алгоритм, называется «Немезида». И он помогает как раз отследить нарушение авторских прав. Но он смотрит даже не сколько на фотографии, сколько на сам пост. Например, если вы сделали пост с той же самой фотографией, но при этом изменили текст, добавили какую-то новую пользу, добавленная ценность поста возросла, тогда «Немезида» его не блокируют. Так, пожалуйста, ссылка на сайт. Там раздел справа сверху называется «Этика и право». И там можно посмотреть на ответы юриста. Да, в Инстаграме тоже. Вообще, это сейчас, конечно, одна из основных задач социальных сетей – разобраться с тем, как правильно использовать фотографии, как не нарушать авторские права. И, скажем так, соцсети справляются с переменным успехом, поэтому на них лучше не надеяться. Следующий способ работать с изображениями – это зарегистрироваться на каком-то из популярных фотобанках. Их довольно много. У многих из них довольно прозрачные правила использования. У некоторых есть русский интерфейс. Например, вот этот скриншот главной страницы фотобанка Pixabay. Вы выбираете снимок и скачиваете его. В описании указано, можно ли его использовать в коммерческих целях, можно ли его изменять, обрезать и как правильно указать автора. Фотобанки как раз занимаются систематизацией, тем, что они сразу и понятно объясняют вам, что вы можете делать со снимком. И это довольно удобный вариант. Итак, фотобанки. И последний, четвертый вариант – это использование встроенных библиотек, программ и сервисов. Если программа или сервис подключает к себе какой-то фотобанк, фотокостинг или создает в собственную библиотеку изображения, они сами разбираются с авторскими правами. И вам они уже предлагают готовый вариант. Вот эти фотографии вы можете взять просто так, а вот эти только за определенную плату. На самом деле, если разбираться с авторским правом, там даже есть такие нюансы, можете ли вы изменять. То есть фактически вы вставляете в презентацию фотографию, можете ли вы ее обрезать? Нет, если автор это не разрешил. Можете ли вы ее сделать черно-белой? Нет, если автор это не разрешил. Вот как раз использование встроенных библиотек позволяет вам не ломать голову. То, что вам предлагает сервис, вы можете внутри него использовать свободно. Если вы вставляете изображение в презентацию при платном онлайн-курсе, да, это коммерческое использование. Если вы используете изображение в рекламе платного курса, это коммерческое использование. Если вы ведете занятие в кружке, в котором есть, например, какая-то рейтинговская плата, это тоже коммерческое использование. Да, примеры таких библиотек. Например, в офисе библиотеки подключаются с помощью надстроек, то есть можно подпоить и подключить надстройку на Unsplash, на Pixabay, на Pexys, то есть на какие-то такие популярные фотобанки и уже использовать их, не выходя из окна PowerPoint. Справа панель поиска иконок в сервисе Prezi. Это тоже иконки, которые он подгрузил, и вы можете использовать их свободно. Вот примерно так выглядят уже встроенные библиотеки. Так, а теперь пробежимся конкретно по каждому из пяти сервисов, которым посвящен наш трек, и я расскажу об особенностях использования изображений. Начнем мы по традиции с PowerPoint. PowerPoint не имеет встроенной библиотеке изображений и встроенной библиотеке иконок иллюстрации он тоже не имеет, но вы можете либо подключить их как надстройки, как дополнительные такие надпрограммы, либо вставлять нужные вам изображения из сторонних сервисов. Параметры редактирования для любых картинок в принципе одинаковы и не зависят от типа и формата файла. Что касается иллюстраций, у PowerPoint есть очень такая хорошая функция, которая позволяет даже картинку не на прозрачном фоне сделать иллюстрацией, то есть удалить ненужный вам фон, сделать ее прозрачной. Вот пример использования иллюстрации в PowerPoint, как вы видите, текстовый слайд и картинка, которая передает какой-то смысл. Если текст еще в космосу, исследованием по знанию неизведанного можно ставить вот такую вот иллюстрацию. И если она сразу не дается на прозрачном фоне, сразу не в формате PNG, то при выделении изображения во вкладке формат, она появляется только тогда, когда выделена картинка, вы можете выбрать функцию удаления фона. У вас есть два варианта. На кнопке «Цвет» есть выпадающее меню и вот здесь вот снизу есть пункт «Установить прозрачный цвет». Фактически это пипетка. Вы кликаете на картинку и тот цвет, на который вы попали, становится прозрачным. То есть если ваша картинка на белом фоне и другого белого изображения на иллюстрации нет, вы можете этим инструментом кликнуть на нее и весь белый цвет уберется, останется прозрачная подложка. Но для этого белого цвета больше нигде не должно быть. Если вы возьмете иллюстрацию с человеком и кликните на белый фон, как правило, уберется не только фон, но и, например, белкий глаз. Это будет не очень хорошо. Другой способ – это вот здесь вот рядом на вкладке «Формат» нажать на инструмент «Удалить фон». У вас откроется новое окно, в котором с помощью показанных сверху слева инструментов вы можете убрать ненужные части картинки, даже если фон неоднородный. Вы помечаете область для сохранения, то есть то, что оставляете, и то, что нужно удалить. Потом применяете изменения. Не всегда очень аккуратно работает фон, и сам по себе не всегда он корректно определяет, что нужно оставить, что нужно убрать. Поэтому в некоторых случаях приходится вот довольно много поработать руками, довольно много пометок поставить для того, чтобы программа поняла, как правильно нужно удалять фон. Но в большинстве случаев она справляется автоматически. К сожалению, качество оставляет желать лучшему. Вот если вы посмотрите вот здесь на кончике пальцев, сейчас я поменяю цвет, вот здесь на кончиках пальцев, то вы увидите, что не очень аккуратно удаляется фон. Есть вот такие вот как раз зубчатые края, довольно неприятно выглядящие. Так, фотографии. Точно так же подключаете фотобанки или уже скачиваете картинки и вставляете их на ваши слайды. PowerPoint предлагает настраивать цвета изображения. Очень удобно то, что любую картинку можно обрезать самыми разными способами. И не нужно забывать, что когда вы сохраняете презентацию, в ней сохраняется все изображение целиком. Например, если вы делаете слайд-визитку и вставляете туда свою фотографию, отрезая лишнюю часть изображения, любой человек может открыть эту презентацию и удалить вот как раз рамку кадрирования и увидеть всю фотографию целиком. Чтобы этого не происходило, нужно обязательно фотографии сжимать. То есть вот здесь, вот в панели формата, есть как раз пункт «Сжать рисунки». При этом все картинки перезапишутся в том формате, в каком вы их отредактировали. И уже никто не сможет восстановить изначальный кадр. Фотографии лучше всего, конечно, смотрятся, когда они расположены на весь слайд, становятся полноэкранными. И здесь вот в таких снимках, конечно, как раз придется настроение. Красный цвет, какие-то небольшие объекты, но не всегда нам нужно и подходит использование как раз полноэкранных изображений. Довольно часто фотографии ставятся на слайды с большим объемом текста. И здесь как раз тоже нужно внимательно смотреть на то, как именно вы вашу фотографию обрезаете. Я считаю, что для фото лучше всего использовать такое же расположение от края до края. То есть я на этой снимке обрезала его левую часть, для того чтобы слева можно было поместить текст. Но при этом все равно кадр занимает местоположение от края до края. То есть сверху до снимка. Другой вариант, когда текст можно расположить снизу, например, такая обрезка фотографий подойдет для слайда с названием раздела. Или вот такая вот, тоже для того, чтобы разместить текст. То есть при обрезке фотографий я рекомендую использовать варианты все-таки от края до края. Если даже не полноэкранный снимок, но хотя бы сверху донизу или слева направо. Еще одна интересная функция при обрезке – это использование обрезки по фигуре. Вот такой вот прямоугольный снимок довольно просто обрезать и сделать круглым. Такие настройки я использую, например, когда работаю с имитацией аватара, когда нужно сделать слайд-визитку. То есть просто в обрезке по фигуре вы выбираете один из готовых вариантов. Если вам нужно обрезать фотографию круглую или ровную звезду, то есть сделать какой-то на односторонний треугольник, то я сначала делаю обрезку пропорции, пропорции один к одному, и потом уже вторым шагом выбираю пункт «Обрезать по фигуре». Все то, что поможет вам работать с фотографиями, с иллюстрациями, все настройки, все вообще эффекты, которые можно применить, удобно, если вы работаете с большим количеством фотографий внутри одной презентации, вывести не вкладкой «Формат», а вот такой вот отдельной панелью. Для этого достаточно правой кнопкой щелкнуть на рисунок и выбрать «Параметры изображения». У вас справа откроется панель, по крайней мере, начиная с 2013-го PowerPoint, и она не будет закрываться. Вы можете выбирать рисунок за рисунком и быстро изменять их настройки. Как вы видите на скриншоте, в этом случае я сделала края изображения размытыми. Не всегда очевидно, что этот пункт находится во вкладке «Сглаживание». То есть я бы назвала его «Размыть края», а вот он называется «Сглаживание», и это не всегда понятно. Так. И, наконец, иконки. Что удобно в PowerPoint при работе с иконками, это то, что их можно загрузить сразу в векторном формате. А векторный формат, как вы знаете, при изменении масштаба не размывается. В некоторых случаях векторный формат иконки можно разгруппировать и отредактировать по отдельности. Или, например, в векторном формате скачать иконку однотонную и перекрасить ее в любой другой цвет. Обычно иконки расположены в формате «Свг», и они не всегда разбираются. Тут уже зависит от того, с какого сайта вы их скачали. Вот, например, слева иконка, справа она же в увеличенном виде. Это растровый формат, иконка в формате «ПНГ». А вот это, например, в векторном формате та же самая иконка, но скаченная в формате «Свг». Как вы видите, при вот таком вот увеличении качество не теряется, а значит, мы можем даже самые маленькие иконки использовать уже в качестве иллюстрации. Так, ну и аналогично, когда вы скачиваете и вставляете на слайд иконку в векторном формате, у вас также работает панель «Формат», но здесь немного меньше настроек, как вы видите, да? Часть настроек убралась. И при этом нам по-прежнему доступны опции «Перекрашивание». И даже вот такую вот иконку, изображенную слева, я легко могу перекрасить в цвета твоей презентации. Это очень и очень удобно и позволяет сохранять вот такой вот единственный стиль, вне зависимости от того, насколько сложное оформление для своих слайдов вы используете. Так, это было все по PowerPoint. Если какие-то вопросы есть, задавайте. А я перехожу к следующему сервису, к следующей программе. Это Google Slides. Здесь все намного проще, потому что намного печальнее. У Google Slides тоже нет возможности использовать встроенную библиотеку, но прямо из окна презентации можно искать отдельные картинки вот в Google. Для редактирования всех изображений, тоже как и в PowerPoint, все настройки одинаковы, но их намного-намного меньше. Поскольку на прошлом вебинаре я показывала, что Google презентации не работают с макетами, поддерживающими фотографиями, у вас не будет макетов, в котором интересны варианты фотографии, круглые фотографии, обрезанные по диагонали фотографии. Такой возможности у вас нет. И вообще параметров очень и очень мало. В PowerPoint грузить гифки можно, а вот что касается Google Slides, туда нельзя. Там вообще в принципе Page of Time, PNG. Может быть некоторые не анимированные гифки можно загрузить, но вот иконки в формате SVG, векторные иллюстрации загрузить в Google Slides уже не получится. Точно так же, как и в PowerPoint, есть правая панель параметры форматирования. И как вы видите, здесь намного меньше пунктов. Можно изменить размеры поворот, выставить в определенное место на слайде, поменять немного цвета вот этими вот двумя пунктами и добавить тень или отражение. Все. Это в принципе все, что доступно для Google. Неважно, используете ли вы иллюстрацию, фотографию или иконку. Так же, как и в PowerPoint, можно обрезать изображение не просто прямоугольным, а вот в какую-то интересную фигурную форму. Но вариантов таких фигур в Google Slides, конечно же, меньше. И, как я уже говорила, в макетах, во всех темах, во всех шаблонах Google Slides не поддерживаются фотографии. То есть вот здесь вот мне кажется, например, логично, когда я делаю такой слайд, мне кажется логичным справа поставить не текст, а поставить картинку. Но поскольку темы Google Slides не поддерживают поисхолдеры для картинок, такой возможности мне сервис не предлагает. Так, PowerPoint, возможности которого рассматривались. Это начиная с 2013 версии. В 2006 тоже все эти возможности есть, как и у более ранних, но у них интерфейс другой. То есть все это же вы можете найти, но просто панели будут выглядеть по-другому. Это все, что касается Google Slides, возможности здесь на самом деле бедные. И если в PowerPoint мы можем позволить себе полноценно поработать с изображениями, конечно, не так, как работать в Photoshop, например, но тем не менее мы можем сильно изменить иллюстрацию, сильно изменить иконку, сильно изменить фотографию, то в Google Slides лучше вставлять уже подготовленные изображения. Как понять, в каком формате иконка, векторном или растром? Когда вы ее скачиваете, как правило, на сайте всегда есть возможность выбрать формат для скачивания. Там так и написано PNG или SVD. По формату файла, если вы вставляете уже кем-то скаченные, правой кнопкой мышки свойства файла, и можно посмотреть, в каком она формате. Так, идем дальше. На очереди у нас наш любимый сервис Canva и презентации, созданные в нем. Как раз Canva – это пример того сервиса, в котором есть собственная библиотека изображений. Здесь очень много вариантов. Есть и иллюстрации, и фотографии, иконки, конструкторы и так далее. Но настроек редактирования мало. То есть, скорее всего, мы с Canva работаем как с конструктором изображений, а в PowerPoint все-таки больше возможностей по изменению картинок. И в Canva очень отличные, мне прям безумно нравятся инструменты для того, чтобы создавать калаш. 30 дней бесплатно – Pro-версия. То есть, я уже несколько лет работаю на бесплатном аккаунте. Да, я не могу использовать все фотографии, все иллюстрации, но даже бесплатных наборов более чем хватает. Так, я уже отвечала на вопрос по PowerPoint. Это начинается с 2016-го PowerPoint и более позднее. У более ранних тоже весь функционал есть, но просто по-другому выглядят окна и вкладки. Что касается иллюстрации в Canva, вы можете найти в библиотеке как готовые композиции, то есть сразу собранные какие-то сценки, так и элементы, из которых вы можете сконструировать нужную вам иллюстрацию. Каждый элемент, вообще буквально каждый элемент можно перекрасить, но разгруппировать и по отдельности поработать частью иллюстрации уже невозможно. В PowerPoint это в некоторых случаях доступно, если векторная картинка, а вот в Canva такой возможности нет. То, что вам потребуется для работы с иллюстрациями, находится на вкладке «Элементы», вот здесь вот слева. И у вас есть следующие разделы. Сверху показывают то, что вы использовали недавно, затем «Рекомендованные», как правило, к ближайшим праздникам показаны. Дальше идет раздел «Линии, фигуры» и так далее. Я сейчас покажу каждый из этих разделов поближе по отдельности. «Линии», наверное, самый неочевидный раздел. Здесь вообще собрано все, что нарисовано штрихами. Это могут быть и стрелки, и разделители, и вот какие-то причудливые завитушки, и целые композиции, собранные просто из отдельных штрихов. Здесь нужно крутить достаточно далеко, смотреть, что есть. Некоторые элементы анимированы, а в этом случае в превью они вот движутся. Элементы, отмеченные значком короны или значком доллара, они платные, и их вот так вот в канвах просто так скачать не даст. Поэтому надо желательно искать бесплатные изображения. Так, я прошу прощения, я на вопрос по версии PowerPoint уже два раза ответила. Давайте мы не будем на это дальше отвлекаться. Дальше раздел с фигурами. Их здесь не так много, они не пополняются, но вот базовые какие-то фигуры есть. Рамки, выноски, квадраты, звезды, треугольники и так далее. Здесь они показаны серыми, естественно, их можно перекрасить так, как вам угодно. Отдельный очень хороший раздел для градиентов. Здесь тоже есть как довольно простые фигуры, круги, квадраты, так и прямо сложные вот такие вот собранные композиции. И тоже, как любой градиент, его можно перекрасить, задать нужный подходящий вам цвета. Внизу, чем ниже вы листаете, тем ближе вы к разделу. Здесь собраны тематические иллюстрации в отдельном стиле. Эти наборы постоянно обновляются. Например, когда началась пандемия, появился раздел коронавирус. Когда начинался хэллоуин, появлялся раздел со своей иллюстрацией для хэллоуина. Здесь вот такие вот довольно сложные иллюстрации, но, несмотря на то, что они вот такие вот причудливые и многоцветные, их тоже можно перекрашивать. Рекомендую обратить внимание на раздел двухцветный аватар. Здесь более 90 изображений людей, вот как раз в интересном формате, стоя, сидя, по пояс и так далее. Поскольку этот раздел постоянно обновляется, иногда разумнее использовать пояс. То есть, например, здесь сверху в строке поиска написать слово «аватар» и найти нужную вам иллюстрацию. Как я уже говорила, все они перекрашиваются. Аватарки двухцветные, то есть здесь нужно выбрать два цвета. Один для обводки, другой для заполнения. А вот этот вот из ботанического раздела уже имеет в своем составе пять цветов, и тоже каждый из них можно перекрасить по отдельности. Да, Елена Викторовна, это именно в 2016, из которого я делаю скрымы. В 365 тоже эти функции есть, и даже в 2013 есть и функции, просто по-другому расположены отдельные элементы. Если вы в этих разделах не нашли то, что вам подходит, то можно найти готовые слайды и скопировать из них те иллюстрации, которые вам нужны. То есть во многих шаблонах презентации есть очень классные иллюстрации, они легко копируются и уже могут быть использованы в ваших целях. Можно ли копировать элементы из канвы? Как это сделать? Как найти информацию об этом? На прошлом вебинаре, посвященном созданию макетов, я показывала, как на слайд можно накидать какие-то элементы из канвы, а затем скачать в формате презентации PowerPoint. И затем уже в PowerPoint вы можете их открыть и спокойно с ними работать. Запись есть на YouTube-канале DirectoCademy. Следующий элемент в канве – это фотографии. У них возможности по настройке меньше, чем у фотографий из PowerPoint, но, тем не менее, можно настраивать цвета изображения, можно обрезать или использовать их в качестве элементов для создания коллажей. Они находятся также во вкладке «Кото», находящейся слева в рабочем окне канвы. И здесь довольно удобный поиск по ключевым словам, причем как на русском, так и на английском языке. Также в верхней строке поиска можно нажать на значок фильтра и поставить тот цвет, который вам нужен. Например, найти только фиолетовые картинки. Сразу можно искать только квадратные фотографии, только вертикальные или только горизонтальные. То есть одновременно работают и фильтры, и поиск по ключевым словам. Картинку, которую вы добавили на слайд, можно отредактировать. У вас есть возможность поменять цвета. Слева панель фильтра. Вы выбираете уже какой-то готовый пресет, готовые настройки. Один из этих вариантов. И выбираете интенсивность, насколько сильно будет этот фильтр влиять на фотографию. Ее можно обесцветить, сделать цвета теплыми, холодными. Или, например, сделать края объекта на фотографии более резкими. Справа другой вариант. Это уже ручная настройка. Двигая ползунки, вы получаете разные результаты. А фильтр, который вы создали в процессе работы с ползунками, имеет свой код. Этот код можно копировать, сохранить. И затем, просто вбивая сохраненный код в это окно, вы будете получать те настройки, которые вы применяли до этого. Если вы используете изображение канва для флеш-карта, еще в другом сервисе, нарушаете ли вы авторские права? Чтобы на этот вопрос ответить, нужно зайти не в режим редактирования, а прямо в сам фотобанк канвы. И там, когда вы берете какую-то фотографию, там сразу указаны условия его использования. Как правило, можно использовать бесплатно в личных и коммерческих целях с указанием авторства, то есть с атрибуцией. Это вот такой самый распространенный способ использования фотографий канвы. Если вы будете использовать в другом сервисе, но указывать авторство, авторские права вы не нарушите. Так, что касается обрезки. Для того, чтобы фотографию каким-то образом обрезать, чтобы это была не просто прямоугольная или квадратная фотография, нам снова нужно перейти во вкладку «Элементы» и выбрать раздел «Рамки». Он недавно обновился, наконец-то, потому что уже давно не обновлялся, и все были одни и те же варианты. Сейчас добавили несколько новых, и это замечательно. Как видите, здесь присутствуют разные рамки. Можно использовать круглые, квадратные и даже вот такие вот рамки-мокапы, то есть имитацию отдельных устройств. Так, например, может быть, выставил снимок, вставленный в рамку телефон. Есть рамка ноутбук, рамка экран компьютера. Согласитесь, что сразу немного по-другому выглядит снимок и для привлечения какой-то активности, для того, чтобы аудиторию призвать к какому-то действию. Вот такие вот рамки работают лучшим способом. Так, и кроме рамок, есть еще там же в «Элементах» раздел, он называется «Сетки». Он нужен для того, чтобы делать калаш из нескольких снимок. Здесь вы видите варианты, разбиты по количеству фотографий. То есть сверху находится калаш на две фотографии, ниже на 7, 8, 10 и так далее. Вы щелкаете или перетаскиваете на нужное место на фотографии и уже внутри каждой ячейки вставляете нужный вам снимок. Вот, кстати, обратите внимание на правую верхнюю фотографию. На ней сетка и водяной знак «Канвы». Этот снимок платный, и для того, чтобы его использовать, вам нужен либо про-аккаун, либо вы должны при скачивании доплатить прямо конкретно за это изображение. Остальное можно, соответственно, скачать бесплатно. Я люблю использовать вот эти вот сетки для создания коллажей, но не просто вот так, для того, чтобы сочетать несколько фотографий, а, например, для того, чтобы разрезать одну фотографию на несколько частей. Иногда вот оно очень в тему, очень хорошо смотрится, когда вы рассказываете о какой-то теме лучше, чем обычная фотография, по крайней мере, интересная. Но это уже, конечно, на любви. И, наконец, что касается иконок в «Канве». Вот прямо отдельного раздела с иконками здесь нет, но их можно искать через поиск. Найти вот прямо какой-то готовый набор сложно, поэтому все иконки, которые вы поставите в свою презентацию, они будут разномастными, разнобой. То есть вроде бы кажется, что глобус и календарь примерно одинаковы, но у них разная толщина обводки, немножко разный стиль, и вот такая вот небольшая непохожесть на самом деле сильно бьет по восприятию вашей аудитории. Поэтому иконки в «Канве» не очень удобны для использования. Да, их можно перекрашивать, да, можно менять размеры без потери качества, но оформить единообразно вашу презентацию с помощью набора иконок через «Канву» не получится. Итак, чем хорош сервис «Канва»? Тем, что здесь можно найти хорошие иллюстрации и перекрасить так, как их вам нужно, или составить нужную вам иллюстрацию из каких-то отдельных рисунков. В нем удобно делать макапы, то есть фотографии, вставленные в какую-то тематическую рамку, например, в шаблон «Книги». Я думаю, вы видели сервисы, которые позволяют делать 3D-обложки книги. В «Канве» есть макап книги, можно сразу создать с любой обложкой фейковую книгу. А вот с иконками в «Канве» работать неудобно. Музыка и видео тоже бесплатные. В «Канве» да, есть библиотека музыки, библиотека видео, большая часть из них бесплатная, то есть платных как раз в меньшинстве. Я знаю, что все мы очень любим «Канву», но предлагаю пойти дальше. Следующий сервис, про который мы поговорим, это «Преди». У него тоже есть свои особенности по использованию изображений. Он сразу подключен к фотопанку «Ансплэш», и сразу можно искать там изображения. У него тоже есть встроенные библиотеки, но, конечно, не такие шикарные, как в «Канве». У «Преди» нет возможности редактировать изображения, и из-за особенностей работы этого сервиса надо всегда внимательно смотреть, какие слои и в каком порядке вы используете. Форматы только самые распространенные. Естественно, «СВГ» иконку вы сюда не загрузите. И «Преди» очень требовательны к размеру и качеству изображений, поскольку он работает на принципе увеличения приближения. Важно следить за тем, чтобы у вас картинки были в максимально возможном разрешении. Добавляется через верхнее меню. Вот здесь вот есть кнопка «Инсерт». И можно выбрать картинку или иконку. Вот так будет выглядеть слева окно. Это правая панель для выбора картинок. Как видите, сразу есть подключение к фотобанку «Ансплэш». Можно искать по ключевым словам на английском языке желательно, какие-то фотографии. Точно так же можно по ключевым словам искать иконки или выбирать какой-то набор. Сейчас у меня включен набор «Тутал». И вот здесь рисованные разноцветные изображения. На этом слайде я показываю пример презентации «Преди». И здесь вы видите иллюстрацию, букву «А», фотографию, мишень и иконку, карту. Вне зависимости от того, какую картинку вы поставили, одинаковые настройки для их редактирования. В принципе, можно только обрезать. Немножко отличается окно выбора фона. Оно находится на кнопке «Стайл». Нужно выбрать вот здесь вот «Бэкграунд», нажать на три точки. И у вас откроется точно так же правая панель. Тоже можно найти в фотобанке «Ансплэш» какие-то изображения. Либо вот здесь вот снизу выбрать цвет. Либо однотонный, либо градиент. У меня как раз стоит вариант сейчас на два цвета. Если вам не подходит какая-то фотография, вы поставили, не подходит, хотите поменять снова на однотонный фон, тут не очень очевидно. Надо нажимать вот сюда на иконку «Корзинки». Она удалит именно картинку на заднем фоне. То, что я говорила про качество изображения, давайте покажу вам на простом примере. Сейчас стоит задний фон, картинка, у которой почти тысяча по широкой стороне. Приближая прези, крутяк, колесико мышки, довольно быстро становится видно, что задний фон размывается, развивается на пиксели. В то время, как иллюстрация на переднем фоне остается по-прежнему четкой. Сейчас наоборот. На заднем фоне изображение почти 5000 пикселей. И поэтому, когда я приближаю презентацию, кручу колесико мышкой, задний фон остается четким. Это еще даже не максимальный масштаб. А передний фон иллюстрация начинает уже размываться. Поэтому, когда вы готовите изображение для прези, нужно, конечно, обращать внимание на качество. Лучше всего все-таки работать заранее подготовленными изображениями в максимальном качестве, а не искать что-то внутри самого сервиса. И еще один такой важный нюанс, который касается именно работы с сервисом прези, то, что здесь отдельный слайд добавляется как топики, как интерактивные элементы. Условно говоря, это триггеры, которые позволяют перейти на следующий слайд через увеличение масштаба. Справа я пока показала панель топиков. Как видите, здесь довольно ограниченный выбор, довольно вот такие вот примитивные фигуры, которые можно использовать в качестве топиков. Но поскольку они работают не как триггеры, на них не нужно щелкать, мы их можем на самом деле замаскировать. То есть вот этот вот зеленый кружок я могу спрятать под какую-то другую картинку. Его не будет видно, и будет казаться, что триггером служит, например, вот эта вот арбузная буква А. Когда вы работаете в фрезе, обращайте внимание на порядок слоев. Вот этот вот слайд, обозначенный домиком, это главная страница, с которого идет уже увеличение на все остальные темы. Снизу лежит фон, дальше выше лежит топик, то есть интерактивный объект, и уже выше я закрываю его какой-то подходящей тематической иллюстрацией. Второй слайд, это уже топик, то есть уже увеличение на какой-то конкретный объект, и теперь снизу оказывается вот он, сам топик, то есть увеличение идет именно на него, и чтобы закрыть его, чтобы убрать вот это вот некрасивое стандартное изображение, выше я положила полноэкранную фотографию или полноэкранную иллюстрацию, и уже выше помещает нужный текст. То есть вот для прези очень важен порядок, в котором вы размещаете ваши иллюстрации. Пересмотреть запись или скачать презентацию. Татьяна Викторовна, подскажите, пожалуйста, как скачать презентацию. Запись будет на YouTube-канале Директ-экобина. И, наконец, последний, пятый сервис, с которым мы работаем в этом треке, это Geniali. Интерактивные презентации. И в сервисе Geniali точно так же можно работать отдельно с иллюстрациями, с фотографиями и с иконками. У Geniali есть встроенная библиотека, а также подключены сторонние библиотеки. Довольно хороший выбор иллюстраций. Мне особенно нравится раздел с географическими картами. Мне кажется, это прекрасно. И библиотека Geniali регулярно пополняется, что тоже, конечно, большой плюс. Для того, чтобы найти иллюстрации в Geniali, в левой панели нужно выбрать вот эту вот вкладку «Ресурсы». Здесь у вас будет раздел, во-первых, иконки, дальше раздел с фигурами, с графиками, линиями, отдельными иллюстрациями или сценками, ну и, наконец, географические карты и силуэты. В разделе иллюстрации и сценки постоянно пополняется набор по актуальным темам, предлагаются какие-то новые картинки. Фотографии подключены к библиотекам Pixabay, Unsplash и GIFI, то есть GIF'ки можно сразу вставлять, и да, они будут анимированные. Настроек изображений очень и очень мало, но зато вот хороший и удобный поиск по библиотекам. Они находятся в разделе Image или в разделе Background. В принципе, поиск здесь одинаковый, библиотеки подключены одинаковые. Вне зависимости от того, что вы вставите, настройки редактирования довольно простые. Сверху показана панель редактирования, если вы вставляете иконку или иллюстрацию. Как видите, здесь из вариантов есть обрезка, прозрачность и цвет. Снизу, если вы добавляете фотографию, точно так же обрезка, прозрачность, так, обрезка справа, не здесь. И вот это вот средний значок, это маска. Можно выбрать буквально из восьми вариантов. По сравнению, конечно, с PowerPoint, с Convoy, вариантов обрезки здесь никакие. И, наконец, последний раздел с иконками. Здесь нужно четко понимать вообще, что такое иконка здесь, а что такое маркеры. Не очень понятно, их между собой разделяет сам сервис. Вот иконка отличается от маркера тем, что маркер анимированный. Когда вы добавляете его вот здесь, вот в разделе интерактивные элементы, здесь не так много, конечно, вариантов, то при наведении мышкой, вот колесо, это тоже интерактивный объект, но это иконка. Оно никак не двигается. А вот если я наведу мышку на корабль, то вот этот вот значок подпрыгнет. Так, Рана, говорите спасибо. Ощущение, что вы уже прощаетесь. Я еще не показала вам ссылки на свои любимые ресурсы, откуда я беру иллюстрации. Так что не торопитесь. Итак, что касается сервиса Genial, здесь лучше какие-то иллюстрации, фотографии искать заранее и загружать в сервис, а вот с иконками и маркерами лучше работать со встроенными. Любой элемент можно превратить в интерактивный, поэтому удобнее его, конечно, брать уже из готовой библиотеки. Не всегда выполнимо в полном объеме, так что используются другие программы. На самом деле, если вы имеете в виду Powerpoint, то это исключительно вопрос интерфейса. Если посмотреть на сайте Microsoft Office, то можно найти вот эти же самые руководства для более старых версий программ. Можно там посмотреть, как выглядит интерфейс, куда нажимать для того, чтобы вывести вот эти вот самые панели. Так, ну а теперь обещанная часть с ресурсами и сразу с заметками по тому, как правильно использовать изображение с этих ресурсов, не нарушая авторских прав. Первый сервис, наверное, тот, которым я пользуюсь чаще всего при оформлении треков Директ Академии, это ManyPixels. На этом сайте можно найти иллюстрации в пяти разных стилях. То есть вот буквально в прошлом декабре, по-моему, или в январе, я тоже рассказывала про презентацию иконки, было два стиля. За год они добавили сразу три новых стиля иллюстрации. Там несколько сотен изображений, и каждый из них можно скачать в формате SVG. Некоторые скачиваются еще в формате PNG, но вы знаете, что SVG – это для нас самый настоящий праздник. Вот, кстати, все ссылки, они скачивают в презентации активно, можно будет перейти на сайты. На этом сервисе можно сразу установить цвет, там крупная прямо заметная панелька, и вы сразу все иконки перекрашиваете в нужный вам цвет. Это, по-моему, прекрасно. Посмотрите, слева указано, что иллюстрации с этого сервиса используются без ограничений. Вы можете использовать их в любых целях, изменять любым удобным вам способом, и при этом не указывать, откуда вы их взяли. То есть полностью, абсолютно свободное использование. Так, следующие – это сервисы от сайта Icon8. Здесь есть два классных инструмента. Я им привела две ссылки. Первый позволяет собирать в конструкторе из кусочков полноценные иллюстрации. Вы, я думаю, их часто видите на сайтах, на лендинг-пейджах, их очень многие используют. Второй позволяет из ПНГ изображений делать калаш, напоминающий стоковые фотографии. То есть эти счастливые, улыбающиеся семьи. Их можно не искать на фотобанках, а собрать в сервисе из каких-то кусочков. Бесплатно он предлагает скачать в растровом формате, то есть в формате ПНГ. В платном подписке уже можно качать в векторном формате. Если вы зарегистрируетесь, то все ваши работы будут сохраняться в вашем аккаунте. Здесь слева указана атрибуция, то есть нужно обязательно указывать источник, где вы создали такую прекрасную иллюстрацию. Сервис IconArchive. Он посвящен только иконкам. Здесь иконки с очень удобным поиском. По ключевым словам на английском, по цветам, по форматам, по размерам. Они сразу с этими наборами. Вот, например, на превью сервиса набор из 14 иконок. Мои любимые наборы состоят из полутора тысяч иконок. И я всегда могу найти там что-то для себя подходящее. Точно так же можно зарегистрироваться и сохранять понравившиеся вам иконки или целые наборы в своем аккаунте. Основной формат ПНГ, но есть вот прямо сверху отдельная закладка, которая позволяет найти наборы именно СВГ иконок. В описании каждого набора указаны условия по его использованию. То есть вот здесь, как видите, написан художник, лицензия, приве, свободное использование, коммерческое использование разрешено. И вот по этому описанию, в принципе, сразу понятно, с каким набором иконок, как можно поступить. Дальше тоже мой обожаемый сайт, который позволяет мне обойтись без проблем с использованием фотографий людей. Как вы знаете, если вы используете фотографию человека, должно быть согласие модели, или его берет фотограф, и затем уже в своей лицензии он указывает все необходимые атрибуты. Для того, чтобы точно не нарушить ничего авторское право, я использую сайт, который генерирует фейковые портреты. Он делает их квадратные, 1024 пикселя на 1024 пикселей. И нужно немножко приноровиться, не всегда очевидно, как скачать фотографию. То есть вы кликаете на нее, чтобы скачать, а он скачет вам уже следующую случайно сгенерированную фотографию. Я обычно делаю скриншоты, так оно получается проще. Никаких ограничений, никаких авторских прав нет, потому что это нейросеть, и то, что она генерирует, в принципе, никому не принадлежит. Так, кстати, сайт стал работать лучше. В последнее время намного меньше артефактов, фотографий намного естественнее, и у него есть клон для генерации фейковых котиков и фейковых лошадей. Вдруг кому-то нужно для урока в биологии. Так, еще один сервис Stories. Потрясающе. Вот просто для меня это потрясение такое, потому что здесь не просто набор иллюстраций, не просто выбор какого-то ключевого цвета, но еще и встроенный редактор, в котором можно отключать отдельные слои. Например, на зимней иконке можно включить или отключить снег. Можно менять цвета, но главное, здесь можно вот эти вот иллюстрации анимировать и скачивать их как видео или как гибки. То есть, представляете, встроенный редактор, в котором вы сразу можете анимировать, причем, если вы не хотите даже заморачиваться с процессом анимации, есть кнопка Randomize, которая предлагает какую-то случайную анимацию. Три-четыре раза щелкнули и нашли хороший подходящий для себя вариант. Очень рекомендую, по-моему, просто находка. Так, это не сайт, это имя художника, это мексиканский иллюстратор, который для нас с вами делает огромные наборы для того, чтобы мы могли создавать своих персонажей. То есть, вот здесь есть набор, это набор персонажей, которые вы скачиваете как архив, распаковываете, у вас там несколько сотен изображений, из которых вы можете сконструировать любого человека. Во многие наборы сейчас, в связи с последними событиями, добавлены доктора, медсестры, маски, какие-то вот атрибуты здравоохранения и так далее. То есть, вот эти наборы постоянно пополняются, тут нужно регулярно заходить и скачивать новую версию. И, естественно, внутри этих наборов все сразу в формате ПНГ и в формате СВГ. Когда вы откроете ссылку, там будет три карточки. Это как карточки в магазине, но, как вы видите, цена на них указана 0 долларов. И в правом окне они предлагают указать цену, которая, по вашему мнению, справедлива. То есть, например, там укажете 5-10 долларов, но набор скачается уже для вас бесплатно. Как видите, здесь тоже написано, что эти наборы используются без ограничений. То есть, автор отдает их просто так, он даже не просит указывать себя, потому что все и так знают, кто делает эти картинки. И пара слов. Если вот вы видите, что написано с атрибуцией, то есть с указанием авторства, как это выглядит. Вот такое вот окно выбрасывает Stories, сайт Stories, он говорит, не забудьте, пожалуйста, указать нас как авторов. И предлагает скопировать вот эту вот строчку. Вы копируете, у вас получается вот такой вот текст. Вот здесь вот между треугольными скобками это текст, который вы должны написать, а в треугольных скобках ссылка, на которую этот текст должен ввести. То есть вот я пишу текст, переношу и вставляю в него вот эту вот ссылку. Дальше, как оформляя саму презентацию, я могу для конкретной иконки, вот так, как видите, снизу совершенно незаметно, указать автора, либо указать один раз эту ссылку для всей презентации, где-то в ней использованы только ресурсы этого сайта. Все очень просто, никаких сложностей. Вы просто пишете то, что просит написать в сайт, и все авторские права вы соблюдаете. В том числе вот этот сайт стоит и для коммерческого использования. Просто укажите авторство. Он даже вам подскажет, как сформировать подпись. Итак, следующий раз мы с вами встречаемся в декабре. В этот раз мы разговаривали про изображение. В следующий раз, наоборот, мы будем говорить про текст и только про текст. Тоже во всех пяти сервисах будем разговаривать о том, как правильно перестать текстовые слайды, какие текстовые шаблоны вам предлагают сервисы. И если у вас возникают какие-то вопросы или вы хотите похвастаться своими прекрасными презентациями, можете присылать их мне на почту. Спасибо вам большое за внимание. Я вижу, что сертификаты уже сформированы. Я попрошу Татьяну Викторовну тоже, наверное, выйти в эфир и, может быть, еще раз продублировать ссылку на презентацию. До новых встреч! Продолжение следует...